Канон Нового Года и Рождества – это всегда приятные хлопоты и очень хорошее настроение. Однако наши сотрудники даже в это время не советуют терять бдительности. Подарки к праздникам многие из нас заказывают через интернет. Зафиксированы случаи, когда аферисты представлялись сотрудниками известных маркетплейсов и сообщали, что могут начислить кэшбэк или бонусы за задержку доставки. Под этим предлогом они просили назвать им платежные данные или коды из СМС-сообщений, которые затем использовали для хищения товара или денег. Главное правило – все переговоры о доставке покупок вести через приложение интернет-магазина и никому не сообщать свои реквизиты и другую информацию о заказе. Все мы знаем, что перед каникулами непросто приобрести билеты на популярные направления, особенно по очень привлекательным ценам. Этим пользуются создатели фишинговых сайтов. Их цель – предложить сэкономить на покупке и таким образом узнать реквизиты вашей банковской карты, необходимые для снятия с нее денег. Поэтому все приобретения, будь то билеты на мероприятия или на транспортные рейсы, совершайте только на официальных интернет-страницах компаний. Проверяйте название ресурса в адресной строке и, если видите отличие, не заходите на него. Для многих праздничные дни связаны с путешествиями. В это время преступники нередко предлагают в интернете недорогие, но на самом деле не существующие варианты аренды жилья или гостиничных номеров. Сотрудники Министерства внутренних дел России советуют – не переводите полную оплату до тех пор, пока не убедитесь, что предложение реальное. Наступление Нового года также используется аферистами для реализации мошеннических схем, связанных с предложениями обновить данные, подтвердить личность или сменить тариф оператора мобильной связи. Все эти действия следует осуществлять только в офисе. Не предоставляйте по телефону информацию, которой можно воспользоваться для переадресации вызовов и взлома онлайн-приложения банка. На каникулах сотрудники многих государственных и муниципальных организаций отдыхают. Это учитывают и аферисты, которые в период длинных выходных могут позвонить с требованием погасить задолженности, предложить оформить налоговый вычет, компенсации за отдых или лечение. Пользуясь тем, что проверить их информацию можно будет лишь после праздников, мошенники будут пытаться направить ваши платежи в свои карманы. Вариант сохранить деньги только один – требуйте личной встречи с сотрудником на территории офиса организации, который он представляет. Не доверяйте голосам в телефонной трубке, как бы убедительно они не звучали. И помните, осторожность в вопросах, касающихся ваших денег, никогда не будет лишней.